На еженедельном совещании обсудили итоги Петербургского международного экономического форума. Главное, Чувашия улучшила свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, поднявшись с девятой строчки на шестую. Кроме того, на форуме были подписаны несколько соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономики республики. Чувашия вошла в число 20 пилотных регионов России по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Трехстороннее соглашение подписано между Кабинетом министров республики, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Союзом развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills России. По большому счету, ничего важнее кадров нет. Ни в какой ситуации всегда все решают люди. Не вот эта базовая оценка. А люди, это в первую очередь те люди, которые создают нам основу нашей экономики. Это рабочие, это молодые профессионалы, это люди, которые заканчивают колледжи. Это люди, кстати, которые после этих колледжей идут и на заводы, и в малый бизнес. Клава Чувашии Михаил Игнатьев и губернатор Кировской области Никита Белых подписали очередное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ стал логическим продолжением предыдущего, действовавшего 15 лет. Сейчас с точки зрения транспортно-логистической это сделать проще. То есть работает система перевозок в рамках межрегиональной авиации. Там, собственно говоря, дороги так или иначе ремонтируем, становимся ближе друг к другу. Поэтому я думаю, что и в интересах Кировской области, и в интересах Чувашской республики, чтобы наши взаимоотношения развивались по самым разным направлениям. И торгово-экономическим, и культурным, и образовательным, молодежным программам. Сельхозтоваропроизводители покупали удобрения у кировских производителей, Кирово-Чапецких химкомнат, и покупаем по сей день. Наши производители им продают средства защиты растений. Дальше промышленности, они на взаимовыгодной основе выстроены отношения. Касаясь сельского хозяйства, покупаем у них племенной скот. Наши сельхозтоваропроизводители под определенную государственную помощь за счет бюджетных средств. Современные технологии развиваются. Последние вот эти штрихи или инструменты, которые начали и мы применять, и они тоже очень здорово образовываются. Это туризм. Развивать государственно-частное партнерство в Чувашии поможет одноименный центр. Речь идет о привлечении частных инвестиций для реализации значимых проектов. Это проекты в области общественной инфраструктуры. Строительство школ, больниц, детских садов, дорог, мостов. Собственно говоря, это та инфраструктура, которой пользуются ежедневно граждане республики. Это новая модель государственно-частное партнерство. Это новая модель госконтракта, которая предполагает долгосрочные отношения инвестора и государства. Более чем на три года. Соглашения о ГЧП и конституционные соглашения могут подписываться на 15 лет, на 10 лет, на 20 лет. Но самое главное, что это те проекты, которые призваны улучшить услугу, которая предлагается гражданам республики и непосредственно гражданам Российской Федерации.